Всем тихой ночи! В нашем традиционном голосовании в комментариях на этот раз победила инициатива горизонт, потому пора бы разобраться, что скрывается за этим названием. Вселенная SCP подразумевает существование огромного множества самых удивительных предметов, а также и явлений. И конечно же появляется вопрос, как с ними всеми взаимодействуют различные религиозные общества, тем более что самих объектов связанных с религией в SCP довольно много. Конечно же все эти общества существуют, и одно из них это инициатива горизонт, которая появилась в 60-е годы 20 века, когда множество представителей различных полуофициальных течений трех основных евроамических религий, то есть иудаизма, христианства и ислама, создали свою организацию для сбора предметов, имеющих отношение к одной из этих религий, а также уничтожение тех, которые они сочтут порождением дьявола. В целом получилось похоже на Гог, но основанный не на мистических учениях и на религиозных сектах. Организация управляется трибуналом из трех человек, каждый из которых представляет одну из религий. Трибунал управляет тремя крупными отделами – отделом песцов, пастырей и военизированным проектом Малеус. Но обо всем по порядку. Если просматривать объекты по их номеру, то впервые инициатива появляется в SCP-475. Там эта организация находит предмет, напоминающий статуэтку римского папы, но передает ее фонду, так как она вызывает раскол в их организации. Не так много мы узнаем из этого объекта. Чуть побольше информации об этой организации нам дает объект SCP-1321. Первый объект по времени написания отмечены тегом инициативы. Текст объекта описывает лист бумаги, вызывающий разные галлюцинации и содержащие послания последнего из катеров. Религия катеров существовала в реальности и считалась христианской ересью. Она была полностью уничтожена во время крестовых походов XIII века. Кстати, это были первые крестовые походы христиан против других христиан. А ее остатки позже добила последующая инквизиция, которая сжигала катеров на кострах. Суть их идей была в том, что эти люди пользовались таким вариантом перевода Библии, в котором получалось, что существует истинное творение, а кроме него есть еще и ложное, испорченное. При этом люди живут в ложном, но должны стремиться к истинному. Так катары объясняли, почему в мире есть войн, болезни, страдания и вот это все. Инквизиторы в своих документах писали, что суть веры катаров в том, что существует бог мирской и бог духовный. Мирской бог, демиург или создатель мира, соответственно признавался злым, а духовный бог добрым. И как-то нужно было победить зло у мирского, чтобы соединиться с добрым духовным. Да, из-за этого умозаключения в средние века людей сжигали на кострах. А вообще в целом это обычный гностицизм, ничего особенного. В классическом гностицизме злой бог, кстати, назывался елдоваов, что как бы намекает. А еще он изображался как змей с головой льва. А намекает это в том числе и на то, что инициатива горизонта активно борется с аркицистами, как впрочем и с механитами, ведь и те, и те поклоняются богам, которые представляют какой-то аспект материального. Впрочем, в самом этом объекте не написано, что он каким-то образом связан с инициативой. Чтобы понять, в чем тут дело, нужно немножко порыться на сайте и найти комментарий, в котором написано, что неплохо бы на базе этого объекта сделать новую связанную организацию, как ГОК, но более связанную с религией и основанную на философии катеров. Так появилась инициатива Горизонт, а позже несколько связанных с ней объектов. Например, SCP-1650. Это древний глиняный кувшин, аномальное свойство которого в том, что будучи наклоненным, он производит разные виды масел, имеющие отношение к разным культам. Изначально артефактом владел Мкит, но в какой-то момент решил его продать. Покупатель нашелся быстро и сразу заплатил немалую цену за этот предмет. Однако сделка не состоялась, потому что на ее заключение пришел еще и фонд, который забрал предмет себя, а заодно и захватил того самого таинственного покупателя. Ну и, конечно же, устроил ему допрос. Пленный на допросе рассказал, что он является агентом инициативы Горизонт и относится к отделу пастырей, в котором состоит большинство агентов этой организации, и предложил фонду сотрудничество, которое заключалось бы в том, что фонд передает инициативе, связанные с религией артефакты, а также уничтожает все, которые являются по мнению инициативы демоническими, взамен чего сама эта организация помогает фонду с поиском информации. Фонд с такими условиями ожидаемо не соглашается, ведь фонду SCP обычно не нужна чьей-то помощи в получении информации. Зато узнав об этой организации, фонд начал следить, поначалу за ее отпущенным пленником, а затем и за другими выявленными ее членами. И вскоре агенты фонда узнали о том, что большинство так называемых пастырей есть те или иные аномальные предметы, и что таким нехитрым образом инициатива содержит множество интересных вещей, которые бы неплохо смотрелись в камерах содержания фонда. Одним из замеченных у инициативы объектов был будущее SCP-1708, человекоподобное существо, способное производить музыку, и, конечно же, в то место, где оно находилось, была отправлена МОК, чтобы его захватить. Но пастырей не захотели просто так отдавать объект, потому завязался бой. На место прибыли хорошо вооруженные отряды без каких-либо опознавательных знаков, и сразу атаковали агентов SCP. Завязался продолжительный бой, в результате которого МОК все же удалось победить и захватить объект, а также узнать, что кроме пастырей есть еще и группа Малеус, которая служит инициативе Горизонт Своеобразной Армии. Впрочем, этот инцидент вскоре был забыт, ведь инициатива встретила SCP-2121, петлю для повешения, которая требовала человеческих жертвоприношений. Справиться с этой штукой инициатива не смогла, потому подарила ее фонду SCP, который, как известно, и рад пополнить свою коллекцию. Позже организации проводили уже совместные эксперименты и даже заключили несколько соглашений. По одному из них фонд обязался передать инициативе всю информацию, которая могла бы помочь ей в составлении универсальных текстов. С другими организациями отношения у инициативы складываются также непросто. Единственный их постоянный союзник — это благотворительный фонд Манна, а также небольшая группа из Длани Змея, посредством которой инициатива получает доступ к некоторым из книг в библиотеке странников. С большинством других организаций инициатива враждует, и особенно враждебно относится к саркицистам и последователям культами Хан, как, впрочем, и к Пятой Церкви и Церкви Второго Хитота. После той неудачи с петлей, инициатива, видимо, осознала, что она не очень хороша в сборе и содержании объектов, а потому занялась кое-чем иным. Ранее были упомянуты универсальные тексты, и теперь это одно из основных дел, которым занимается организация. Точнее, не вся организация, а ее отдел песцов. Основной смысл в том, чтобы, собирая различные оригинальные тексты самых разных сект, по кусочкам собрать единое для всех учение. Универсальную священную книгу, которая могла бы объединить представители всех еврамических религий. В результате этой деятельности песцы создали учение, которое называется «Новый путь», и которое записано в особой базе данных, под названием «База данных Горизонт». Создание универсальных текстов – это не единственная цель инициативы. Еще для уничтожения саркицистов в Церкви Разбитого Бога, Пятой Церкви и Церкви Второго Хитота был создан военизированный проект «Малеус». Текстов про него не так уж и много. В целом, речь о том, что так как инициатива идейно близкогностицизму, значит, должна бороться с Богом Мирского, а война со всеми этими ребятами этой цели вполне соответствует. Но главный проект инициативы – это один из SCP-001. Это объект, который представляет собой группу из 36 человек, и который, судя по всему, был как-то создан инициативой. Рядом с этими людьми все аномальные предметы теряют свои необычные свойства. Фонд провел с ним ряд экспериментов и, к своему удивлению, полностью нейтрализовал несколько объектов. Например, SCP-1295 – закусочная Барда Бекон, которая стала обычным неаномальным зданием после того, как в него просто зашел один из 36. Позже фонд получил письмо от инициативы «Горизонт», в котором было написано, что если 36 соберутся вместе, мир моментально исцелится и все аномалии пропадут. Однако собраться вместе им не удалось. Кто-то к тому времени умер от старости, кого-то убили повстанцы хаоса, а кто-то просто сбежал от фонда и хорошо прячется. В общем, как-то неуспешно этот проект прошел. Такова инициатива «Горизонт». Как по мне, тема различных ответвлений от основных религий довольно интересна. Можно было бы написать, например, больше о гностицизме, ну или даже о русских старообрядцах, а может даже о Кабале, или о чем-то еще. А вместо этого у нас тут очередная секретная организация, которая собирает аномалии. Нераскрытого потенциала в этой теме еще очень много. И, как обычно, оставляйте комментарии, какую вещь из мира SCP мы еще не обсуждали. За что будет больше комментариев, про то и будет видео. Всем пока!